И всем привет, ребят, с вами Мастербанка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору долгожданного устройства с челленджа. Я долго думал, стоит ли вообще про него что-либо рассказывать, записывать и обозревать. Это устройство на Magnum с пробитием. И на одном из стримов я уже покатал на нем за последнее время и сегодня готов его вам продемонстрировать, посмотреть, насколько же оно жестко, имеет ли оно какой-то смысл. И те ребята, которые покупают челленджи исключительно ради того, чтобы получать устройство, стоит ли его брать. Да, я уже в одном из видосов говорил, что это пушка, которая не актуальна, и это факт. Сейчас это пушка Magnum, ну я бы сказал, наверное, одна из самых слабых в игре. И ни для кого не секрет, что в игре безумно большое количество разных крутых комбинаций, и все они не связаны никак с этим Magnum. Он давным-давно уже вышел из меты, но на одном из стримов я, случайно скатав на этой замечательной комбинации, получил довольно-таки неплохой результат. Быть может, сегодня на обзоре у нас также получится реализовать эту замечательную комбинацию, и появится какой-то смысл в приобретении этого устройства для тех ребят, которые до сих пор размышляют и думают, стоит ли приобретать этот замечательный Magnum. Помимо него в этом челлендже можно получить скин о Legacy, и я бы сказал, что в виде дополнительного бонуса получить этот Magnum, если он себя покажет неплохо, это хороший результат. Поэтому отправляемся в бой, посмотрим, сколько боев мы сыграем. Если первая будет быстрая досрочка катка, то я думаю, что мы можем сыграть даже два боя. Ну и самое главное, это посмотреть, насколько сильно будет дамажить наш Magnum, и будет ли от него хороший дополнительный плюс. Будет ли возможность постоянного уничтожения противников, и можно ли на нем будет фармить первое место. Ведь ни для кого не секрет, мы, конечно же, играем на победочку, и, конечно же, на свой хороший замечательный счет. Поэтому нам важно, чтобы наше вооружение и наносило хороший урон, и при этом мы могли еще и увозить, доставлять. Коппер отлично сочетается с Magnum, и вообще эта комбинация в свое время была очень и очень крутая. По урону я сейчас уже вижу, что урон довольно-таки слабый. Ну и нужно еще немножечко подпривыкнуть к тому, как правильно обращаться все-таки этим Magnum. Ой, еще и на боковом стрельфе упал в минус. Ну и возможность пробития при грамотном попадании, точном, в цель. Это тоже хороший дополнительный бонус, который дает вам этот замечательный Magnum. Выпадает у нас овердрайв, на центре можно его подобрать. Хорошо, еще и уносим того, кого пробивали изначально. Так, ну и было бы неплохо еще бы забрать этого молодого человека. Ну ладно, улетаем. Очень грамотный сейчас был боковой стрельф. У вас уже есть, но я словил миночку, к сожалению. Вернут или же доставят? Похоже, вернут. Или да, да. Так, попробуем выдать сейчас Magnum. Он не залетает прямой. Ну ладно, хорошо, пробуем сейчас быстро залетать на вражескую базу. И очередную мину я поймал. Но печально, что я могу сказать. Печально пока что. Две минуты и у нас особо ничего абсолютно не получается. Пробуем все так же накидывать дополнительный урон. Сейчас попытаемся еще увести. Хороший ваншот залетает. Увоз на центр. Пролетаем. И прямая, прямая. Хорошо. 500 урона рандомных залетает. И доставочка первая есть. Но это доставка целиком и полностью за счет корпуса. Ведь на пушке я почти что вообще урона не нанес. Практически вообще. То есть там залетело. Но от силы в сумме... Ну то есть тройка по первому. Да, хорошо. То есть по первому мамонту в таком тайминге хороший урон. Но на обратке там 500, а было бы чуть меньше урона и было бы чуть больше ТП у игрока, который увозил бы флаг. И у меня бы вообще ничего не получилось. Так, хантер сейчас наверное овер будет юзать. Да. Очевидно, что он будет юзать. Так, пробитие по нему накинули. Ваншот залетит. Хорошо. Троечка. Красивая есть. В магнуме самое печальное даже я бы сказал. Это не то, что урон маленький. А то, что перезарядка очень долгая. Да, то есть урон в принципе вылетает неплохой. Хорошие цифры вылетают. Да, то есть ты можешь выдать до 3000 урона. Это без бустера, без кризиса, без повышенных ДДшек. И это хороший урон. Но нужно понимать, что при этом перезарядка довольно-таки долгая. Перезарядка намного быстрее, если ты даешь полный выстрел. Да, то есть ты заряжаешь на максимум и накидываешь. Блин, это сейчас овер прожал. Это было очень глупо. Но таких ситуаций очень и очень мало. Ведь у тебя, например, на магнуме с пробитием, у тебя угол 12 градусов. И с этими 12 градусами, если заряжать сотку на маленькой карте, то у тебя все выстрелы будут улетать просто в никуда. Соответственно, ты практически всегда вообще не заряжаешь и просто даешь тихонечко одиночный выстрел. И все. И поэтому перезарядка у тебя на пушке становится очень и очень долгая. А с такой перезарядкой автоматически пушка становится неактуальной, не нагибающей. И той пушкой, которую использовать в матчмейкинге и реализовывать все-таки, во-первых, тяжело. Во-вторых, зачем? Да, если есть, например, страйкер, если есть там так же изида, фриз. Да, ну то есть у нас пушек сейчас хороших в мете, да, вулкан, которые реально тянут много. И смысла, да даже тот же молот с блендербасом обновленный, я думаю, что на хоппере будет показывать качественнее и лучший результат. Но пока что, пока что, сейчас я уже чуть-чуть подпривыкаю и вроде как у нас какой-то результат начинает получаться. Так, овердрайв прожмем, заберем и попробуем сейчас вот этого уничтожить. Сплэш маленький также, да, то есть, ну, минусов много. И раньше, почему магнум нагибал, да, то есть был больший сплэш, меньшая перезарядка. По урону, в принципе, наверное, ничего не поменялось. После того, как сплэш занерфили, сильно занерфили, смысла в использовании магнума стало очень мало. Я играл на викинге с магнумом, и за счет больших сплэшов можно было там просто стрелять по домам и постоянно уничтожать противника. Сейчас у вас такой возможности просто-напросто нет, да, то есть, поэтому, быть может, быть может, молоту у нас вернули, на магнуме сейчас так же самое, как на молоте никто не играет. И, быть может, в ближайшее время эту пушку бустанут, и она станет примерно такой же, как она была раньше, с тем самым хорошим сплэш уроном и с чуть-чуть, там чуть-чуть буквально, быстрее перезарядкой. И я думаю, что уже тогда на ней появится намного больше игроков, и я в том числе буду рассчитывать на то, что можно взять магнум и на какой-нибудь карте очень хорошо залететь и реализовать его. Но пока, пока, конечно, все грустно. Еще вот, когда я выстрелы даю в такой ситуации, это выглядит максимально печально. Ой-ой-ой-ой-ой, офигеть, офигеть, вот это было сейчас жестко. Вот это было сейчас жестко, я даже, честно говоря, не знал, что так можно. Офигеть, это было просто, ну, наверное, самый жесткий паркур, который я когда-либо делал в игровых катках, и чтобы он еще приносил пользу. Офигеть, вот это сейчас получилось. Но это чисто на хайлайтик, чисто моментик на хайлайтик. Это было сильно, это было очень сильно. Мне понравилось. Так, давайте пробовать хороший урончик накидывать. Но у меня нет возможности повезти, потому что нет аптечки. 500 очков, полбоя уже мы сыграли. Скажу так, что противник очень слабый. Да, то есть противник реально слабый. И если были бы тут сильные противники, то я бы на этом хоппере бы очень сильно страдал и не мог бы даже близко увозить флаги. Здесь мне повезло. И за счет того, что противник не сильный, у меня есть возможность хоть как-то пытаться реализовывать свою комбину. Но, 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 это все равно не тот результат, который является хорошим. Да, то есть понятное дело, что где-то тут у меня получается и привести, и доставить. Ну, если мы берем во внимание саму пушку, и то, сколько урона она наносит, то это, конечно, крайне-крайне маленькие цифры. Ну, все варианты изменения этой ситуации, конечно, я уже рассказал. Поэтому давайте просто я не буду сейчас уже балаболить, а мы попытаемся эту каточку выиграть, и может быть даже выиграть досрочно. Так, быстренько сейчас попробуем здесь прожать овердрайв, чтобы улететь четко. Четко. Блин, хотел сказать четко, и чуть минус не упал. Так, где наш флаг? Увезли, я не вижу только. Попробовать может выдать выстрел какой-нибудь хороший на дистанцию. Вот так овердрайв падает на центре. Мне было бы вообще неплохо его бы забрать. Чем оставить его противнику? Так, доставочка оформляется. Магнум залетает. Ну ладно, хорошо, там Хоппер забрал. Хоппер, в принципе, ничего плохого не сделает. Вот если бы я забрал бы сейчас какой-нибудь Хантер, то это было бы очень и очень больно. 700 очков? Ну, если сыграть полный бой этой катки, то, может быть, даже можно дойти до какой-нибудь тысячи. Тысячи на Хоппера Магнуме. Было бы прикольно. Здесь даже углы печальные, да, то есть, ну, 12 градусов, которые... Не крутятся никуда. Это, ну, печалька. Да, у тебя есть возможность ваншота легкого танка и среднего, если ты даешь прямое попадание, он находится без ДАшки. Но таких ситуаций очень и очень мало. И если бы был бы либо чуть больше урон, либо чуть меньше ХП, да, то есть, если бы ты мог бы ваншотнуть с броней, да, танк, то есть, ну, вот как сейчас я 2000 нанес, но у него, наверное, просто нету дрона, мне так кажется. У него просто ДАшка слабее, и, соответственно, я нанес больше урона. Но, типа, это все равно не тот суперрезультат. Давайте пробуем накинуть. Не знаю, как я сейчас буду тут уставлять, наверное, никак. Ой, еще и сам себя выстрелил. Хотел довернуть, хотел овер прожать, но к итогу на 0 ХП не стал рисковать, потому что можно было просто в пустую потерять овер, и я бы ничего не получил бы с него. Поэтому лучше его чуть подсейвить, оставить и попробовать его реализовать попозже. Ну, вот, например, в такой ситуации, да, то есть, у меня сейчас неплохо залетело, потому что танк был без ДАшки. И вот Харек тоже играет без дрона. По таким хорошо залетает, но ситуаций таких очень мало, крайне мало, чтобы у тебя была возможность вот так вот реализовывать. Блин, я полный выстрел Магнума зарядил. Хотел выдать выстрел, потом понял, что если выдам, сейчас еще хуже будет. Пробуем попасть. Ну, чуть побольше надо было. 55 мало. 55. Ну, более-менее залетело что-то. Не сказать сильно, что треечку дал по Мамонту. Возвратика не будет. Еще треечка по Мамонту. Возврат бы оформить. Интересно, можно отсюда попасть? Более, нифига себе. Вот это я попал сейчас жестко. В цель. Ну, что-то руки помнят еще. Даже с таким углом. Что-то попасть могу. Интересно. Да, но Магнум... Но в таких дистанциях, да, из такой реализации, он может приносить плюсы и... И, как бы, что-то, что-то реализовываться может с ним. Но это очень сложно. Это очень сложно. Это нужно понимать, что... Таких ситуаций у тебя будет крайне-крайне мало. Так, фриз. Давай фриз. Надо его унести. Пока пробитие было. Если бы меня не заморозили бы еще, было бы вообще великолепно. Так, флага засейвил. Молодец. Молодец, молодой новоспе. По возврату что? По возврату пока что без шансов, да? Блин, попал в переклашку. Нужно было попасть по противнику, а не в переклашку. Так, ну там наш... Походу вернет, да? Да, молодец. Молодец, вернул. Так, и у нас остается... Минута... Ну, полторы, можно так сказать. Конечно, было ближе к двум. Пока отреспимся, пока туда-сюда уже будет минутка. Ну, вот это, кстати, могло бы быть неплохо, если бы я не зацепился. Но так как я зацепился, то... То ничего, к сожалению, не получилось. Так, я еще перевернулся. Еще, может быть, получится сейчас увезти. Если поджог меня не схавает. Нет, поджог схавает меня без шансов. Без шансов, без шансов. Но попробуем сейчас увезти последний. Если получится, будет круто. Если получится, будет очень круто. Так, залетаем через верх. И увоз на... О, блин, познаватый, если честно. Хорошо, Магнум сейчас стабилизировался. Добавочка. И доставочка. Ну вот, мы практически 15-минутную катку сыграли. 4 тысячи получил. По бою. Скажу, что с противником очень сильно повезло. Было бы потяжелее. Было бы очень и очень сложно реализовать такую комбину. Поэтому мой вердикт по Магнуму. Он не в мете. Он не в мете. Он не нагибает. Он не является среднестатистической пушкой. И не находится в среднем, либо хорошем балансе. Он ниже среднего. Он не актуален. Даже при лучших ваших игровых качествах, это будет слабее, чем любая из тех пушек, которая находится в среднем или хорошем балансе. По типу Фреза, Страйкера, Вулкана и Зиды даже той же, да. То есть, ну и там можно перечислять и так далее. Даже тот же Молот, Твинс, сейчас находится в 100% в лучшем балансе, чем данный замечательный Магнум с устройством. Но по устройству скажу, что это, наверное, лучшее устройство, которое есть сейчас на Магнум. То есть, возможность пробития и дополнительного накида по тому танку, который ты пробил, это работает. Это норм. Покупать это челлендж. И надеяться, что на дистанции Магнум апнут, и вы его сможете реализовывать, и у вас уже будет устройство, это идея неплохая. Но нужно покупать ли вам и надеяться на этот буст Магнума в дальнейшем. Это уже целиком и полностью ваш выбор. Пока что, если вот просто смотреть на сегодняшний день, это устройство не в мете, сама пушка не в мете. И, к сожалению, Магнум не является актуальным вооружением в нашей игре на данный период времени. Возможно, в скором времени что-то поменяется, и можно будет очень круто нагибать на этом замечательном Магнуме. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, согласны ли вы со мной. Возможно, не согласны. И у вас есть своя точка зрения по поводу этой замечательной пушки. И вы бы сказали, что она наоборот нагибает. Да, и может быть я просто ботинок, который не умеет на ней играть. Будет интересно почитать ваши комментарии. Поддерживайте видео, держите лайк. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте о том, что у нас в игре есть тег создателя контента. Текущий тег и мой тег это тег TeamP. И если вы его устанавливаете и оформляете какие-то покупочки в магазине, то вы непосредственно уже поддерживаете меня. Ну и плюс ко всему прочему, у нас сейчас идет еще и розыгрыш на миллион кристаллов и 30 тысяч танкоинов. Но это не итоговые призы. Они будут еще увеличены в связи с тем, что у нас до сих пор не было еще итогов розыгрыша, который, ну по сути, должен был заканчиваться. Мы его на неопределенный срок, можно так сказать, продлили. И призы будут тоже увеличены. Поэтому принимайте участие. Время не самое простое сейчас у нас. Поэтому если у вас у кого-то есть возможность, то оформляйте. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите в этом плане. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.